Возвращаясь к уже прошедшему дню пограничника, еще одно связанное с этим праздником событие чуть не осталось вне внимания широкой публики. В Орловской школе номер 26 был установлен пограничный столб. Это мероприятие было приурочено не только к окончанию учебного года и профессиональному празднику пограничников, но и к очередной годовщине со дня гибели пограничника Евгения Родионова, которого во многих церквях уже чтят как святого великомученика. Он в 96 году нес службу с тремя своими товарищами на границе между Ингушетией и Чечней. На них напали боевики, спрятавшись в машине скорой помощи. Пограничники были застегнуты врасплох, но оказали сопротивление. Три месяца погранцов мучили в плену. От них требовали отречься от христианской веры и участвовать в расстрелах других пленных. Всех в результате жестоко казнили. Родионову за отказ снять крест отрезали голову. И да, один из тех, с кем погиб Родионов, орловчанин Андрей Трусов. Напомним, региональная общественная организация ветеранов пограничных войск «Пограничник» участвовала в создании в 26-й школе учебной погранзаставы военно-исторического клуба. Ветераны не только помогли с установкой этого мемориального знака в виде столба, но и готовят школьников к городским играм за Орница и к парадам по случаю 9 мая.